Всем привет! Меня зовут Сергей Королев в чате Килипфан. Я вам расскажу про то, что сейчас происходит. Часть из того, что я буду рассказывать, уже рассказывал на январской тренировке. С этого и начнем. Для тех, кто вдохновился тем, что сейчас Артур рассказывал, и тех, кто хочет подойти и выбить из него код, можно попробовать порешать датаринговское похожее соревнование по распознаванию транспортных средств и, по-моему, домиков, которые нужно взорвать с орбиты. Это тоже очень веселая штука, но не кегл и денег не столько, поэтому не так весело. Но есть уже готовые модели, есть готовые решения. Можно найти Артура, выбить из него код и пробовать. Времени осталось меньше недели. Собственно, так получилось, что конкурсов довольно много. То есть, наверное, самый большой пул конкурсов, который я когда-либо рассказывал. В частности, очень много конкурсов, связанных с конференциями. Это очень весело, потому что можно выиграть не деньги, а поездку на конференции. Все знают, что нетворкинг — это лучше, чем деньги. И там можно, в общем, нетворчиться. Собственно, есть три компетишна с конференцией IGC-B. Довольно клевые. Все конкурсы про идентификацию по фоточкам чего-либо. Первый конкурс по идентификации по фоточке радужной оболочки глаза. Нужно делать сегментацию и выделение радужной оболочки с фотографией высокого разрешения глаза. Второй конкурс прикольный с face-antispoofing, поскольку это таска, которая решается для… Нерешенная задача для идентификации человека по фотографии. Нужно, соответственно, в конкурсе, вот тут сэмпл, нужно определить, реальная ли это запись с камеры, либо кто-то подносит фоточку к экрану двух возможных вариантов, либо кто-то подносит телефон, на котором играет видео, ну, соответственно, с человеком, который пытается идентифицировать. Ну и, соответственно, нужно вот обойти такие возможные штуки, потому что все хотят использовать facial recognition для того, чтобы пропускать всяких людей на всякие секретные объекты, и, в общем, чтобы это все работало очень безопасно. А третий конкурс, да, вот, собственно, это про recognition, который не по лицам, а по ушам, потому что уши — это тоже хороший идентификационный орган, видимо. Я не знаю. Но как бы вот ребята сбилили конкурс, можно поучаствовать и поехать на конфу. Продолжается замечательный конкурс по рыбкам. На данный момент очень добрые товарищи такие собрали и выложили на Kegel форум джейсоны, в которых размечены баундинг-боксы, в которых лежит рыба. Поэтому можно учить всякие юнеты и там, что там, фаст РЦНН и, что у нас там недавно вышло, маска РЦНН, для того, чтобы находить в тесте рыбок на изображении с уже размеченным треном и, соответственно, дальше этих рыбок классифицировать. То есть датасет теперь можно привести к виду того, что слева и справа, а не в трешовом виде, как то, что посередине, когда там палуба, люди и непонятно, где рыба. Собственно, тоже отличный конкурс для того, чтобы постакать сеточки, нейроночки. Собственно, какие-то бейзлайны на форуме уже есть и, в принципе, времени, правда, осталось немного. Вот. Замечательный Kaggle Data Science Ball 2017 с призовым в миллион долларов. И, в общем, да, золото осыпают деньгами. Нужно находить, предсказывать, будет ли по снимку КТ трехмерному легких, предсказывать, будет ли у человека через год рак легких. Вот. Собственно, с момента, когда я рассказывал про это в прошлый раз, товарищи расковыряли замечательный датасет Luna 16 из конкурса, в котором нужно было находить новообразования, которые были либо плохими, либо хорошими, то есть которые развивались после этого в рак, либо оставались такими маленькими. Вот. И, соответственно, тупые решения в духе того, чтобы брать резнет, обучать его послойно и там как-то склеивать эти предсказания, которые были с самого начала, уже можно как-то оптимизировать, соответственно, выбирать слайсы, на которых точно есть какие-то новообразования. Если взять этот датасет Luna, который более-менее публично доступен, там нужно просто зарегаться и нажать кнопочку Download, и обучиться выделять вот эти вот новообразования, соответственно, вокруг них кропать и классифицировать уже их отдельно. Вот. Правда, что-то я припоминаю, что ZF Turbo писал в чатике про этот конкурс, что сетка, которая ищет новообразование, получается очень пессимистичная и находит очень много новообразований. Вот. Поэтому нужно еще придумать, как эту штуку можно регуляризовать. Но это на самом деле тот факт, что их можно выделять довольно круто, потому что можно теперь пихать обычные трехмерные свертки и кропать просто маленький объем вокруг новообразования, вместо того, чтобы запихивать весь КТ-скан, который просто не помещается в видеопамять, никакой видеокарты. Вот. Ну и в любом случае мотивация, потому что много золота, и можно золото даже за кернел и получать на форуме. Еще пачка компетишенов с конференции – это International Symposium on Biomedical Imaging. В основном все конкурсы про компьютер-вижн, дип-лернинг, выделение раковых штук на фоточках. То есть там КТ-сканы печени, выделение рака, поиск рака на сэмплах щитовидной железы, определение меланомы по фоточке родинок и прочего счастья. Для тех, кто угорел по дотке год назад, когда было весело, и Саша Семенов с Петей Ромовым устраивали всякие конкурсы, и в том числе с DataFest вторым, сейчас образовалось соревнование по Hearthstone, но, к сожалению, это не реинфорсмент, в котором нужно обучать агента играть в Hearthstone, а нужно всего лишь брать данные о том, собственно, Hearthstone — это карточная игра, в которой каждый игрок начинает с каким-то пулом карт на старте, и, соответственно, там задача конкурса по руке одного игрока на старте понять, выиграет он или нет. Обычная бинарная классификация, метрика, по-моему, AUK, то есть простой конкурс, на котором можно стакать их же бусты, либо, как у нас в статье, их же бусты заходят не так хорошо, как всякие факторизационные машины и прочее счастье. Так что шанс попробовать много интересных новых моделек, которые обычно на Kegel не встречаются. Дальше Kegel 2Sigma, которая вроде не такая рандомная, как та 2Sigma, про которую сегодня рассказывал Стас, вполне себе хорошее, видимо, потому что это другая компания, дочка 2Sigma, которая занимается, ну, короче, типциана, только для Нью-Йорка, LA и прочих штук. Собственно, есть листинг свойств хаты, которые пытаются создавать, и нужно поэтому по фичам и по фоточкам понять, в какую из трех категорий попадает эта хата. Она типа там, ну, категории, соответственно, популярности, сколько людей на них кликают на сайте. Вот. Метрика там типа что-то, recall, это что-то там. Но, в общем, по факту задачка обычная классификация на три класса. И вот товарищи рисуют всякие замечательные картинки на тему расположения кластеров разных квартир. Соответственно, есть всякие интересные… Ну, собственно, задачка для тех, кто может любить угорать по урбанистике, потому что здесь можно вытягивать интересные фичи на тему того, что, типа, если в каком-то районе высокий crime rate, возможно, там менее привлекательные хаты и вот в таком духе. Дальше. Конкурс Udacity Self-Driving Car Challenge. Я его здесь оставил, несмотря на то, что я не распарсил на сайте, можно ли на него все еще зарегаться, потому что регистрация вроде как заканчивалась 22 марта. Собственно, конкурс в духе «сделай, как это, Self-Driving Car и продайся Uber, пока они не сгорели». Потому что, ну да, собственно, конкурс довольно хардкорный в духе того, что нужно брать сырые данные с лидаров, камер и прочего счастья и определять положение объектов вокруг транспортного средства по метрике Pascal. В общем, издалека выглядит, как хардкор боли и страдания, но как бы хардкор боли и страдания в очень хайповой теме. Если там что-нибудь интересное зарешать, то да, вас обязательно заберут в Uber, а потом засудят в AIM. Еще один конкурс с конференцией. Здесь товарищи хотят предсказывать, как им устраивать пропускные будки на платных дорогах. Датасет такой, что у нас есть, вот картинка нарисована, есть какие-то пути, есть три пропускные будки, которые вот кружочками обозначены. И, соответственно, несколько задач. Первая задача – это предсказать количество трафика, которое пройдет через каждый tollgate. И вторая задача, которую за какой период времени автомобиль из… Ну, в среднем за текущий период времени сколько потребуется автомобилю, чтобы из одного tollgate добраться до другого tollgate, чтобы, соответственно, предсказывать нагрузку на вот эти вот тетушек, которые сидят в будках и собирают мелочи. Вот. Дальше замечательный предвестник того, что Google купил Kegel – конкурс Google Cloud YouTube 8M Video Understanding Challenge, который подсаживает вас на Google Cloud и Glue. Неплохо так. Выдавая 300 долларов на этой замечательной платформе, в начале, ну, когда вы начинаете конкурс, а, собственно, почему он подсаживает вас на эту замечательную иглу, потому что датсет весит почти 2 терабайта. И как бы ворочать его у себя – это дело не очень веселое. А вот как бы Google пришел и выдал вам мощности, которые вы можете использовать. Только вот, видимо, для того, чтобы решить конкурс, 300 долларов будет недостаточно, поэтому придется еще занести к Google. Поэтому понятно, как они насобирали денег на приз. И Kaggle, да. Вот, собственно, задачка сама YouTube 8M датасет. Там видосики, у которых размечены лейблы, что происходит в видео. Ну, в смысле, о чем это видео и задачи мультилейблинг. Там, по-моему, что-то типа 50 или сотни лейблов для видосов. Короче, диплернинг, сеточки и интересная классификация видео потока, а не картинок. Вот, соответственно, там еще как бы звуки есть, поэтому это тоже очень весело. Дальше Fake News Challenge. Интересный конкурс про предсказания. То, чем очень хочет заниматься Google и Facebook. и у них пока, видимо, не очень получается, судя по новостям. Предсказание является ли новость фейковой или нет. Предсказание делается очень просто. Ну, в датсе состоит из хедлайнов и тел новостей. И, соответственно, нужно предсказать, во-первых, относится ли вообще заголовок к новости. То есть это не какой-то кликбейт совершенно непонятно о чемный. И это 20... Ну, accuracy от этого это 25% скоро. И дальше, соответственно, нужно понять, если он все-таки относится, подтверждает ли текст новости заголовок, не подтверждает или... Ну, в смысле, опровергает или там какие-то есть еще непонятки. Для любителей позаниматься всякой люсиной либо постакать LSTM-ок на текстах. Отличный конкурс. Один из. Вот. Еще один конкурс. Еще одна конфы. Вроде как. Rixis — это же конфа, да? Да. Да. Вот. Замечательный конкурс рекомендательных систем. Клевый конкурс, потому что это не эти ваши кеглы, где вы выигрываете 100 долларов и идете пить чай, потому что здесь серьезные рекомендашки, которые чуваки из... Ну, организаторы — это, соответственно, хайринговая компания, типа HeadHunter, которые, соответственно, хотят сделать, решить очень хардкорную проблему рекомендательных систем, а именно задачи холодного старта. То есть, когда приходит новый чувак, совершенно непонятно, что ему показывать. Или когда приходит новая вакансия, совершенно непонятно, кому ее показывать. То есть, всякие коллаборативные фильтрации работают, когда уже собрана по этой вакансии какая-то инфа, и дальше ее можно кому-нибудь подкидывать. Вот хочется научиться решать задачу, когда приходит все холодное. И, в общем, основной прикол этого конкурса состоит в том, что он состоит из двух частей. Сначала, как обычно, в конкурсах валидация на простом датасете, а дальше товарищи-организаторы берут топчик чуваков и херачат их решение впрод. И будь что будет. Поэтому, мне кажется, это вполне себе такой веселый конкурс, потому что, да, можно втащить к хайринговой компании на сколько-то убытков. На стаков и кжбустов, заверфитившись под что-нибудь. Дальше, собственно, еще один текстовый конкурс. Он более простой, мне кажется, проще, чем fake news challenge, потому что как бы fake news, заголовки короткий, текст большой, здесь количество, ну, body сравниваемый текст примерно одинаковый. Нужно научиться по датасету Сквор и предсказывать, является ли вопрос, заданный дубликатом, либо нет. Вот. Собственно, полнейший, как это, рай для любителей анализировать тексты, всякие, попробовать в лоб, если хотели всю жизнь заниматься текстами, но руки никак не доходили, попробовать в лоб какой-нибудь TF, IDF, там, кластеризовать это счастье, заняться, наконец-то, изучением документации, пайморфии и прочего счастья, вот как бы можно начать с этого. Довольно простой конкурс и он будет еще очень долго длиться, поэтому его можно очень медленно и спокойно ковырять. Замечательный цикм аналитик апп 2017, тоже, по-моему, с конфы, который вот этот вот CICM, конкурс про предсказание осадков. Нужно предсказать по данным радара, смотрящего на облака, будет ли в этой зоне, какое количество осадков вы будете в этой зоне, начиная с момента через час и заканчивая моментом через два часа. Вот. На эту тему, если кто был, на Data in Science через один назад был замечательный доклад Леши, не помню фамилию, короче, как раз парень, работающий в Яндекс.Метеуме, рассказывал про то, как это делается в Метеуме. Вот. Поэтому, в принципе, можно как бы посмотреть на какие-то уже существующие решения и прикинуть для этой задачи. Преображенский. Да, Леша Преображенский. Да, можно посмотреть заклад. Собственно, я хотел ради Артура вставить что-нибудь еще, но подумал, что как бы не стоит жестить в презентациях. В презентациях конкурс про определение типа рака шейки матки. Вот. Собственно, конкурс картиночный, нужно определить стадию рака. Вот. Пока конкурс только начался, вот, как бы народ покидался смешными шутками, и пока на кегле прям вот совсем интересных кернелов нет, с которыми на это можно посмотреть. Но, в принципе, это довольно стрейтфорвард задача, для которой можно вот прийти и, ну, если вы хотите как бы поворочить картиночки, да еще и как бы с полезным для человечества делом, вполне можно в это впилиться, потому что датасет довольно простой, и там не нужно делать никакой сегментации, и просто обычная классификация на три класса. Довольно простой и понятный конкурс. Еще один челлендж по классификации всяких аритмий и прочих нарушений сердечного ритма в ЭКГ. Вот. В отличие от всяких не очень, как это, неортодоксальных задач предсказания типа спит человек или нет по ЭКГ, это вполне себе интересная штука с обычными медицинскими приложениями в духе, ну, вот автоматически предсказать, есть ли у человека какие-то тахикардии или прочее счастье. И, в общем, тоже как бы довольно крутой медицинский конкурс, который можно впилиться. И последний конкурс, который заканчивается о боже 22 декабря, про него можно еще забыть и потом вспоминать еще целый год. Но конкурс прикольный тем, то что конкурс про зомби апокалипсис. Нужно научиться предсказывать, сколько человек заболеет в определенном регионе в этом году. Ну, или в следующем. Вот. Как бы там есть какой-то датсет, собранный за много-много лет и недель, ну, разбитый по неделям. И там, соответственно, есть, поскольку это национальная администрация по океанике и атмосфере, товарищи выдают фичи в духе, там, типа, погода на этой неделе, количество зелени. Но на самом деле из прочтения задач конкурса не очень понятно, как погода влияет на то, сколько человек умрет от очередной эболы. Но, в общем, конкурс прикольный. То есть, как бы, можно пошатать и поиграть в пандемик и посмотреть, сколько людей умирает. Вот. В принципе, все. Спасибо за внимание. Слайды я выложу, чтобы можно было посмотреть. Спасибо. Спасибо. Спасибо.